В истории российской полиции стражи правопорядка столкнулись с виртуальной кражей. Злоумышленник похитил орка, прокаченного киберперсонажа из онлайн-игры. Когда полицейские ворвались в квартиру похитителя, то буквально онемели от изумления. Что же они там увидели, расскажет Алексей Камынин, который воссоздал место киберпреступления. Здравствуйте, это условно квартира интернет-вора из города Волгодонск, Ростовская область, когда сотрудники управления Ка ворвались сюда, то увидели 7 мощнейших компьютеров, столько же клавиатур и лазерных мышек, а самое главное, на полу были рельсы, по которым хакер катался, чтобы быстро перемещаться от одного компьютера к другому. В общем, весь интерьер ясно говорит, что эта квартира принадлежит профессиональному жителю другой реальности. Вот только житель оказался немирным. В полицию города Мурманска с необычным заявлением обратился местный житель. Он сказал, что на него совершили хакерскую атаку. А заявитель, сам профессиональный геймер, он играл в игру Леник 2. Давайте посмотрим видео этой игры. Леник 2 это такая, одна из самых популярных онлайновых многопользовательских РПГ. Разработали в Корее, играют в несколько сотен миллионов, в несколько миллионов в нее. Ну, а главный принцип, что важно сказать, этой игре, это фри-то-плей. То есть вы абонентскую плату не платите, но можете за деньги апгрейдить своих персонажей, чем и занимался пострадавший. Давайте посмотрим, кого же он потерял. Он несколько лет прокачивал своего орку и зовут его БСЛ. В итоге наш геймер стал единственным в России владельцем этого мощнейшего киберперсонажа. Но потеряли, украден был не сам БСЛ, а то, что было на нем. И то, что было на нем, как раз нашли в этой квартире на одном из этих компьютеров. Давайте посмотрим, какие были вещественные доказательства, что было украдено. Это у нас, значит, волшебные доспехи, сказочный амулет, чудо-меч, ну и еще там всякая помелочь этих чудесных ништячков. На сумму где-то больше пяти тысяч рублей. Такую же сумму указал заявитель и в полиции, в своем заявлении. Она, в общем-то, не лукавая, эта цифра. Я бы читал форумы, на которых писали геймеры, которые играют в эту игру «Леник 2». И они говорят, что да, цена вполне адекватная. Я даже зачитаю один из таких комментариев. На офис Шилин Теплар 79 левел с шмотей пушкой и бижей тянет на 5 максимум. Так что цена норм. Это, видимо, какой-то у них там язык орков. В том, что это не технический сбой, а именно похищение, 30-летний геймер убедился, когда ему пришло сообщение. Если хочешь свои волшебные штучки, заплати ту же сумму. Правда, хочешь, дам тебе скидку, хочешь хоть 50%. И тут же наш профессиональный геймер побежал в отделение полиции. И с порога закричал, у меня украли орку. И что самое интересное, полицейские не сказали ему, пойди, отоспись. Они тут же моментально создали оперативную группу, в которую вошли специалисты, которые как раз специализировались не на орках, а на орках, ну и прочей кибернечисти. А что было дальше, давайте прочитаем по сайту Главного управления МВД по Ростовской области. В ходе проведенных оперативно-развитных мероприятий была установлена личность. Это 20-летний житель города Волгодонска. Он хорошо владеет компьютером и имеет знания, достаточные для совершения преступления. Статья такая, это неправомерный доступ к информации. То есть о краже речь пока не идет. Когда ворвались сюда сотрудники управления КА, они устроили обыск, обыск и конфисковали вообще все. Вообще все, что было в комнате. Компьютеры, клавиатуры, мыши, даже рельсы и те забрали. И остался хакер один в голых стенах, без своего любимого киберпространства, под подпиской о невыезде. За виртуальное преступление ему теперь грозит два реальных года тюрьмы. Это, наверное, приятно знать, что в России, впервые в истории, когда украли киберперсонажа, все не осталось на уровне висяка. Нашли преступника. Чувствуешь себя защищенным. Я даже захотел поиграть в эту игру, только никак не могу выбрать, за кого играть. Тут есть гномы, темные эльфы, орки упомянутые, камаэли такие однокрылые ангелы и темные орки. А есть еще люди. Но вот за кого-за кого, а за людей я играть точно не хочу. Потому что, знаете, у нас в стране зачастую бывает, чтобы создали специальный групп, для того, чтобы найти себя, надо быть либо орком, либо эльфом. Коллеги. Спасибо, Леша. Алексей Камынин о самой громкой киберкраже в российской истории.